Инженерное училище считалось одним из лучших учебных заведений в России и изготовило офицеров армии и флота со знанием инженерных наук. Петербург был основан в 1703 году. Территория долгое время была сконна. Изначально она принадлежала русским, но была позже занята Швецией, сильной морской и торговой державой, владевшей в конце XVII века большей частью побережья Балтики. Слева виден летний сад, старейший сад Санкт-Петербурга. Он находится на острове, расположенном между Невой, Антанкой, Нойкой и Ильбяжьим каналом. Его накладкой в начале XVIII века руководит Гуляри, в особенности во Франции. Неудивительно, что и летний сад проектировал французский архитектор Жаншина. Сад Санкт-Петербурга. Сад Санкт-Петербург. Фигурного стрижка деревьев, футерные цветники, многочисленные портаны, грот, все это время поражало посетителей первого французского архитектор. Здесь выступили культуры композиторы Читовский и Сироп, художественный Критик Стасов и его брат, известный юрист Стасов. Училище было закрытым и перворазрядным заведением, куда принимали только потомственных дворян. Известная скульптура Чилиппыжик связана со студентами специальных дворцев, подбивших стены летнего дворца. При Петре практически все дворцы и даже родные дворянские усадьбы возродились в свой источник и домашних дворцев. Еще вот, еще вот. Светы, все они, вон, на мосту вылезли, но, пожалуй, самое заметное действие – тратник алых повышенцев. Этот день, приуроченный к окончанию душе этого года, проводы школьных лет для учащихся старших планок. Тораболь салфом, из-за чего, в некоторое время набережная носила имя Санкт-Петербурга. Обратите внимание на небольшой голубой особняк с расходом арки, обрамленным колоннами. В этом доме более глубокое строительство Петербурга Аленочка, осмотри на меня. Втоль набережной справа и за ней занимали Литейная и Пушкарская Слободы. Который первый озаботился не только о создании нового фона, но и о его вооружении. Здесь находились Литей и Пушкарская Слободы. Здесь оценивались артиллерийские. Достигаясь в этом месте максимальной глубины, опускались большие металлические ящики кессоны. Затем, под большим удобрением, из них выкачивалась вода. После чего кессоны могли опускаться рабочее, чтобы копать грунтку, который изобрел в первом в мире электрическую лампочку, названную свечой Яблочкова. И за путинкацией завружены Невские русалки, держащий герб Санкт-Петербурга, скрещенный репортской и ручной петербургой. Кстати, на Литейном мосту мы уходили фантастическую лампочку. На Левопонапанке. Названа на мото в честь известного врача, основоположника военно-полевой хирургии. Металлор, холостой выстрел с крейсера, дал сигнал к началу Октябрьской революции 17-го года и штурму Зимнего дворца. И он. И он. И строй на меня водаком. И он. И строй на меня водаком. Прот不是 сута и сиропной, Часто горит раздается на время ночи. Вон они стоят, не наверху. Аврова в небесной части областей стала символом перерыва. Это крейсер Аврова, самый знаменитый корабль в России. Фидна названа в честь богини Путинной Зари Аврова. Однако в Петербурге сотребляли его сотни иных прозвищ. От вполне невидных крейсеров революции и предмолв Ленина до очень даже обидных. Петербург участвовала в руссо-японской войне. После полиции корабль ходил в заграничные планы, использовался в учениях. На вечную стоянку его поставили только после Великой Отечественной войны, в которой крейсер не участвовал. Крейсер стоит здесь. Мальчики сами себя называли питомами. Укороченное название – основа воспитанника воспитания питомов питомов. А училища из развития получила питомов питомов. Спустя 50 лет после основания училища сюда стали принимать и девочки. Сейчас не уверен, что Петербург действительно построен на болоте. Петербург у нас не нравится. Петербург у нас не нравится. 10 лет после основания города сюда приезжают. В нем прячется самое первое строение в Петербурге – домик Петра I. «Если будет время, обязательно посетите его. Там в музее хранятся подлинные вещи царя Петра». Надо сказать, что около домика Петра была устроена первая в Петербурге приставь. Ее называли «Гагаринским буяном». И именно сюда пришел первый иностранный корабль, посетивший новую столицу – торговое голландское судно. Домик Петра был обычным деревянным срубом и шкипер голландского судна даже не подозревал, что человек, пригласивший его на обед в свое жилище – русский царь. Петр решил его разыграть. Представил купцу свою жену, которой тот подарил сыр и кусок полотна на рубашке. Петр лишь воскликнул «Ну, Катя, теперь ты будешь нарядно, как императрица. Тебе бы век не видать таких». Вы наверняка уже заметили минареты и углы соборной мечети Петербурга по правом берегу за деревьями. Таро ходили в число работных людей, которые участвовали в строительстве города в Миле. Татарские люди были построены неделеко от Петербурга в форме мечети. Да и саму постройку долгое время называли татарами, а территорию вокруг Аверстаса. Татарская диаспора на протяжении нескольких столетий была одной из самых влиятельных в Петербурге. Несмотря на это, было один. При соединении России при Александре III в Средней Азии при дворе стремились соблюдать интересы мусульманской общины. Мечеть как внешний, так и внутренний, напоминает мечети и гробницы Средней Азии эпохи Пемерлана. Пемерлан – это наш наш. Смотри на меня. Смотри на меня. Вот тоже. Как день города. Проект крепости был подготовлен инженером Ламбером при участии Петербурга. Она построена в форме шестиконечной звезды, каждый кукол которой завершает укрепление. Пустя. Могилы Петра и последнего российского государя Николая II-7. Высоко-высоко в небе парит ангел на шпиле Петропавловского спектра. Каким бы маленьким он нам показался, размах его крылья на самом деле почти 4 метра. Можно определить, в какую сторону будет петербург. Конструкция устроена, что крест, за который на что держится, не под юных действием, так как почти сразу оказалась в центре самого города, который должна была защищать. С ее стен не было сделано ни одного боевого выстрела. Впоследствии она стала использоваться в качестве главной политической тюрьмы России. Одним из первых ее узников стал царевич Алексей, сын Петра I, осужденный на смертную казнь за из них. С места, где мы находимся, отлично видна стрелка Васильевского острова. Графическая лаконичность решения стрелки явилась блестящим итогом многолетних поисков целого созвездия петербургских зодчиков. Центральное место в архитектурном ансамбле занимает белоснежное здание биржи с колоннами по берегу. Там проводились оптовые сделки с купцами, приезжавшими в Петербург с появлением в России ценных бумаг и фондовые сделки. Позже в здании биржи обосновался Центральный военно-морской музей, который на рубеже 20-21 веков было решено перевести на другую площадку. Перед биржей стоят знаменитые растральные колонны – один из символов Петербургских стажей. Петербургские растральные колонны появились два столетия назад и первоначально были маяками. Они были призваны символизировать величие русского флота. Перекинутый здесь через Неву дворцовый мост одним концом упирается в стрелку Васильевского острова с биржей и растральными колоннами, а другие – в дворцовый проезд. С одной стороны дворцового проезда стоит здание Адмиралтейства Желтого Центрального. Зимний дворец долгое время служил местом жительства российских императов. Он был главным светским строением города. Особый статус был дополнительно закреплен нормой, гласящий, что в центре города нельзя строить дома выше карнизов землиной партии, то есть чуть выше 20 лет. Дворец был построен еще 5 лет при основании Петербурга, но здание, которое мы видим сейчас, появилось в середине 18-го века. Его автор – архитектор Франческо Бартоломео Растрель. Пространство Антон-Невы до следующего моста по прогулку от нас занимает университетская надпись. Здесь расположены самые старые постройки города. Почти что его аресты. Первое, что притягивает взгляд на этом берегу Невы – здание цвета морской волны с башенкой, увенчанной глобусом. Это Консткамера. Это первый российский общедоступный музей. Был основан личным указом Петра Первого, забиравшего редкости по всей Европе, а впоследствии и в России. Место для Консткамеры выбрали не случайно. Здесь, на полотистом берегу, росла сосна, поразившая Петра Первого необычным стволом сквозной горкой посередине. Царь приказал спилить древо монстров и на его месте основать музей редкости. Вглубь Васильевского острова уходит улица. Обратите внимание на данное здание красного цвета, которое стоит торцом вверх, а фасадом смотрит на эту улицу. Это свидетель еще одной реформы деятельного царя Петра. Здание 12 коллегий. Именно Петр создал будущее министерство, или коллегии, как их тогда называли. Фасад зданий скрыт с деревьями, но если вы прогуляетесь вдоль его, то заметите, что оно построено из 12 одинаковых трехэтажных секций по числу коллегий. Сейчас здание 12 коллегий – главное здание Санкт-Петербургского государственного университета. Как вы уже наверно догадались, именно поэтому набережная и называется университетской. Пусть я не вы оставалась шведским на протяжении целого столетия. Переломным моментом стала Северная война, начавшаяся за три года до основания Петербурга между Швецией и коалицией северо-европейских государств, куда входила и Россия. В самом начале войны русские войска заняли часть шведской территории Устиневой, и для того, чтобы закрепиться в этом районе, Петр I решил построить крепость, позже названную Петропавловской. С этого и началась Петра I, а позже с подвижником во всех его делах. Он был генерал-губернатором Петербурга и ведал все здания с колоннами и женской фигурой на крыше справа, следуя к садам, нужно говорить особо. Это знаменитая академия художества. О ней мечтал еще Петр I, но открыта она была после его смерти. Вот это, по-моему, открылся ноги, именно вот это. Она стала центром художественного посвящения, активно влияли и живописные проекты для Санкт-Петербурга и других городов, и обходились без рассмотрения академии. Вот с веками академии были Прюлок, Айвазовский, Шишкин, Суриков, Полинов, Врубин. На английской набережной, прямо на Сенатской площади, которая вот-вот откроется перед нашими глазами, расположен дом желтого цвета. Это бывшее здание Сената и Сенода. Сенат был высшим государственным органом, подчинявшимся только императорам, а Сенат – высшим духовным органом. На самом деле, это не одно здание, а два соединенные аркой. Когда мы поравняемся с площадью, эту арку хорошо будет видно справа. Ознаменовало новую эпоху в развитии России. Для того, чтобы отвоевать земли, на которых стоит город, Петру I, тогда еще царю, а не императору, пришлось провести ряд военных реформ. При нем с нуля был построен российский флот и реорганизована армия. Уже через 9 лет после своего основания Санкт-Петербург стал столицей российского государства. Это объяснялось как рядом личных предпочтений его основателя Петра I, не любившего Москву, так и его ориентацией на европейский образ жизни и желанием ускорить развитие города, который на тот момент был единственным удобным бортом, позволявшим торговать с Европой. До появления Петербурга торговля велась через Архангельск, который из-за холодного климата и удаленности от основных торговых путей не вполне соответствовал масштабу задач императора. Конная статуя Петра I на Сенатской площади, прозванная медным всадником, известным императором. Всадник на самом деле не гранитную глыбу целиком, а не собирать ее из частей. У Монолита под ногами Петра одно из самых известных событий в истории России восстание декабристов 1825 года произошло именно здесь. Целью заговорщиков стояли прямо здесь, у памятника Петруса. Декабристы, впрочем, и силы императора, против которого они выступали, были плохо организованы. Инициатива была перехвачена, и восстание давлено. Сейчас мы подходим, наверное, к самому главному зданию во всем Петербурге. Без Адмиралтейства не было бы и самого города. Желтая постройка на углу набережной с флагштоком на крыше и огромной аркой его арки. Точно такой же располагается с другой стороны набережной, главной именитой шпильной. Два флигеля – это два основания буквы «П», в форме которой построено Адмиралтейство. Суда могли беспрепятственно проходить между флигелями к центральному зданию, так как никаких домов здесь не было. Все пространство занимала вода. Здесь же располагались и доки, где закладывались первые русские корабли. Адмиралтейство начало строиться уже на следующий год после основания Петербурга. А еще через год здесь были заложены первые суда. Набережная до Дворцового моста называется Адмиралтейской. Она была устроена на месте главных речных ворот Петербурга, между Адмиралтейскими флигелями, когда все субостроительные работы были перенесены дальше от центра города на другую версию. Мы подплываем к флигелю Адмиралтейства. Желтому с флагштоком. Дайте внимание, справа между деревьями стоит невысокая скульптура. Это еще один памятник Петру. Название памятника – царь Плотник. Отсылка к известному прозвищу Петра I, который отправился в свое великое посольство в Голландию не под именем царя государства российского, а под именем Петра Михайлова. И действительно сам плотничал, чтобы постичь азы. ...следят за графиком разводки, так как оказаться отрезанным от дома на ночь даже в исторической части города неприятно. Прямо под флигелем Адмиралтейства, над пристанью на набережной, уютно расположились самые известные львы Петербурга. Санкт-Петербург действительно является бесспорным лидером по количеству скульптур этих животных. Их и здесь насчитывается около сотни. Этих львов специально отливали для дворцовой пистани завершавший бульвар, вид целых набережных или основных улиц регламентироваться его указанным. Петр Первый лично улетал во многие тонкости, например, пожарную безопасность, и предлагал инновационные для России того времени решения. Многие идеи император позаимствовал из голландского опыта. В юности он обучался в Голландии кораблестроением, был очарован столицей Нидерландов и намеревался построить на русских землях второй Амстердам. Внешний вид домов — интерьеры императора. Однако императрица Екатерина II оказалась слишком большим, и она искала место для уединений и тишины. Поэтому было построено здание малого пермитажа, небольшое здание светло-зеленого цвета, примыкающее слева к зимнему дворцу. Императрица принимала гостей в парадных полках. В северном крыле устраивались увеселительные вечера, придворные играли в различные игры, ставились пьесы, написанные самой Екатериной. До начала 20-го века крепость была закрыта в территории со своими комендантами и их комендантами. Должность коменданта являлась очень почетной и часто пожитной. Сейчас здесь находится музей истории форта. Здесь до сих пор работает настоящий монетный форта. В России их только два, в Москве и в Санкт-Петербурге. На монетном дворе читалились не только золотые, серебряные и медные монеты, но также ординар и снега. В наше время прямо под стенами обустроен городской пляж, где часто загорают местные жизни. Тут же проводятся концерты на открытом воздухе. Каждый август проходит выставка песчаных культур, а в стенах крепости проводятся художественные выступы. Пушки пропалки все же стреляют с толченым кирпичом. На каждом бастионе было установлено по 50-60 орудий. В куртинах, в стенах между бастионами, находились казематы для содержания карнизу. В Петропавловской крепости она имела немало поклонников, средствами которых она пользовалась, доводя их до разорения, а то и до тюрьмы. По приказу Екатерины II, относившейся серьезно к посягательствам на трон, женщину арестовали, допрашивали в крепости, и в конце концов она умерла там от чахотки, так и не раскрыв своего происхождения. По правую руку от нас, зимнего дворца до троса, ведь набережной перед нами больше 150 лет. императрицей Екатериной Великой для своего фаворита, графа Орлова. Говорят, эскиз дома рисовала сама государь. Это первое здание в Петербурге, облицованное природным камнем. В отделке использовано 32 сорта мрамора, привезенные не только из разных мест России, но и из Италии. Внутренние помещения также отделаны этим камнем, а в фундамент замурован мраморный сундук с монетами. Сейчас мраморный дворец – один из филиалов русского музея, где выставляется богатейшая коллекция русского искусства. Мы подходим к Троицкому мосту. Деревянная переправа на его месте существовала долгие годы, но постоянный мост построили в начале 20 века. Конкурс на проект моста был международным. Его выиграл француз Гюстав Эйфель, автор Эйфелевой башни. Однако в итоге переправа была построена по проекту фирмы «Ботиньёль», тоже французской. Они предложили изящную и экономичную арочную систему. Обратите внимание на кружевные пролеты моста. Строительство Троицкого моста являлось важным политическим шагом навстречу Франции, с которой у России тогда были хорошие экономические и деловые связи. Открытие приурочили к 200-летию Санкт-Петербурга. В газетах новую переправу называли французской или парижской красавицей. Широко известен эксперимент советского лётчика Чкалова, который пролетел на своём самолёте под Троицким мостом. Испомнил он его, конечно же, сыновой. Говорят, для того, чтобы поразить свою будущую жену, за что и был посажен командиром на гаутбах. Слева за Троицким мостом начинается Петровская набережь. Ближе к мосту располагается Троицкая площадь, на которой раньше находился Троицкий мост.